Продолжается наш сегодняшний киберпонедельник. Мы напоминаем вам о том, что в студии сегодня Екатерина Назарова и Дмитрий Солдатов. И от роботов перейдем к более мирским темам. Поговорим о садоводстве. С удовольствием, с удовольствием. Если вы не помните или вообще вовсе не слышали, то напомним вам, что на следующий год губернатором Алексеем Текслером принято решение из областного бюджета на поддержку садоводов направить 30 миллионов рублей. И это вместо 20, как было обычно. На что пойдут средства, нам расскажет председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Доброе утро. Доброе утро. Вопрос простой. 30 миллионов. На что же они пойдут? Очень солидная сумма. Да, такая внушительная. В нашей области уже на протяжении 5 лет действует программа поддержки садоводческих, некоммерческих товарищей, а именно финансирование инфраструктуры садов. То есть это дороги, это внутри сада имеется в виду, электрические мощности, это водоводы. И в этом году Алексей Леонидович поддержал на уровне 20 миллионов рублей, а на будущий год, уже на 2020, дал поручение правительству. И уже в бюджет области на будущий год заложено 30 миллионов рублей, которые пойдут также на субсидирование затрат, которые садоводы сами на свои деньги изначально финансируют. То есть они хотят купить трансформатор, увеличить мощность у себя в саду, покупают этот трансформатор. И в течение года могут заявиться на программу поддержки, то есть компенсации потраченных денег на трансформатор, тот же самый, и тем самым снизить стоимость этого проекта, этой работы. А как будут распределены деньги между товариществами? Вот в этом году 18 муниципалитетов из 43 Челябинской области получат определенную сумму денег. Как раз они поделят между собой... Да, дальше. То есть берем, например, Челябинск. Челябинск получит 2,8 миллионов рублей. В Челябинске создается при городской администрации комиссия, куда садовые некоммерческие товарищества в лице председателей подают документы на те затраты, которые они в течение года осуществили, и имеют право получить компенсацию до 50% этих затрат. То есть если СНТ потратила из целевых взносов, скажем так, миллион рублей, то имеет право получить 500 тысяч рублей из бюджета, по сути, из областного бюджета. То есть главное подать заявку? Да, подать заявку. Но есть отличия, да, и это вот новый закон, который вступил в действие с 1 января этого текущего года, 217-й федеральный закон, где муниципалитет должен иметь свою программу еще поддержки. И только при наличии своей программы поддержки из областного бюджета на муниципалитет поступают эти денежные средства. Вот эта особенность, которую не все главы, скажем так, в прошлом году по нашей инициативе приняли, и поэтому в этом году получили не 43 муниципалитета, получат, да, а всего лишь 18. Чуть меньше, 18. Хорошо, но 18 это тоже неплохая сумма на самом-то деле. Вообще вот такая сложная схема, сложная. Да, надо вот в ней разобраться, кстати, по поводу разобраться. Кто определяет, какие работы необходимо выполнить, а какие нет? Ну, например, садоводы хотят, чтобы у них, не знаю, провели электричество, а им говорят, нет, нет, ребят, у нас будет асфальт. Нет, мы здесь говорим именно о изначально, о компенсации изначально понесенных садоводами затрат. То есть если садовое товарищество, да, на своем общем собрании определило, что мы в этом году делаем дорогу центральную, допустим, да, по своему саду, и на это нужно там определенное количество денег, то уже председатель имеет право подать заявку на компенсацию понесенных затрат в этом периоде на эту дорогу. То есть садоводы собрали, как мы говорим, допустим, миллион рублей потратили их, и имеют право получить до 500 тысяч рублей из бюджета компенсацию. То есть дорога обойдется в два раза дешевле. Какие-то деньги будут потрачены на украшения товарищества, потому что впереди Новый год, и вообще какой подход у Союза Садоводов к Новому году и к праздникам? Когда начнете работать? С начала Нового года? Нет, ну, садоводы на самом деле они не дремлят никогда. То есть у них... Даже зима их. Да, сезон урожая сменяется сезоном посева, да, тех же самых семян. Вот, поэтому сейчас, конечно же, все готовятся к тому, чтобы уже отпраздновать Новый год и приступить к высадке семян для того, чтобы новый урожай был лучше предыдущего. В общем, мы будем поздравлять с наступающим Новым годом и Союз Садоводов России. Да, и с наступающим новым урожаем. Константин, большое вам спасибо. Большое спасибо. Напоминаем, что у нас в гостях был Константин Толкачев, председатель Челябинского регионального отделения Союза Садоводов России. Далее рубрика «Любящие мамы. Как обезопасить ребенка в интернете» узнаем прямо сейчас.